Здравствуйте! Давайте начнем с терминологии. Впервые сам термин «натуральная школа» был употреблен Фадеем Венедиктовичем Булгариным в критическом фильетоне «Северные пчелы», посвященном выходу в свет петербургского сборника. Вот что писал Булгарин в этом фильетоне. Из разбора физиологии Петербурга читатели знают, что господин Некрасов принадлежит к новой, то есть натуральной литературной школе, утверждающей, что должно изображать природу без покрова. Булгарин имел в виду, появившуюся еще в прошлом 1845 году, рецензию Леопольда Васильевича Бранта, в которой тот говорил о новейшей литературной школе, образованной Гоголем, и которая стыдится чувствительного, патетического, предпочитая сцены грязные, черные. Белинский в той же рецензии на петербургский сборник подхватил эту мысль и писал следующее. Писал, что эту школу Булгарин очень основательно прозвал «новую натуральную школу», в отличие от старой риторической или ненатуральной, то есть искусственной, другими словами, ложной школы. Ну, собственно говоря, о новой школе в искусстве и литературе Белинский заговорил гораздо раньше. Еще и постоянно стал говорить о ней с 1842 года, с года выхода «Свет мертвых душ». И Белинский относил ее начало к 1936 году, когда публика наша прочла «Миргород» и «Ревизоры». И, собственно, слова Белинского, с тех пор весь ход нашей литературы, вся сущность ее развития, весь интерес ее истории заключались в успехах новой школы. Ну, давайте в двух словах обрисуем ситуацию, которая сложилась на тот момент в русской литературе. В 1834 году Пушкин пишет статью о ничтожестве литературы русской, которая выдвигает тезис и, по сути дела, повторяет то, что говорили вокруг него Иван Васильевич Киреевский, Николай Иванович Надеждин, Дмитрий Веневитинов, ну и тот же самый Белинский. У нас нет литературы. Ее, ну, действительно, как бы не было сравнительно с развитой классикой других народов. Вообще вопрос о древнерусской литературе мы пока оставляем в стороне, хотя бы потому, что древнерусская литература стала известна русскому читателю, ну, наверное, с шевырёвской истории русской словесности преимущественно древней, которая вышла в свет гораздо позже, в 1846 году. До этого о древнерусской литературе не судили, как таковой, ну или судили по истории государства российского Николая Михайловича Карамзина. А шевырёв изучил литературу, ну, собственно, по первоисточникам. Впервые, первый раз предоставил русским читателям свод этой литературы, и тогда уже очень трудно стало говорить о том, что у нас не было до Петра Великого литературы. Ну, это другой разговор. Ну, так вот, если в 30-х годах, в 34-м году все признавали, что у нас нет литературы, то в 1842 году Белинский признаёт, что у нас уже есть литература. Но, впрочем, он сводит эту существующую литературу преимущественно Гоголю и его последователям. Ещё в «Литературных мечтаниях», то есть в 1834 году, критик определил новейший период развития русской литературы как прозаически повествовать. В прошлое уходила эпоха поэзии. Ну, об этом мы ещё скажем. Через год в знаменитой статье о русской повести и повестях Гоголя Белинский ещё при жизни Пушкина объявляет Гоголя и именно Гоголя главой русской литературы. Тогда же Белинский развивает тезис о реальной идеальной поэзии, ну, по сути дела, развивая положение Ивана Васильевича Киреевского о том, что Пушкин поэт жизни действительной. Вслед за самим Пушкиным, который называл себя, как известно, поэтом действительности. Это очень важный тезис, к которому мы ещё будем возвращаться. Сам термин «реализм», если уж мы заговорили о терминах, то давайте как бы вот на этом остановимся. Так вот, сам термин «реализм» появился много позже. Он впервые появился в статье Павла Васильевича Аненкова «Заметки о литературе прошлого года» на страницах органа натуральной школы журнала «Современник» в первом номере за 49-й год, уже после смерти Белинского. Так что термин этот был употреблён, ну, примерно в том же самом значении, в котором Белинский употреблял термин «натуральная школа». Так что, вот основные этапы, хронологические границы, если хотите, которые признаны в истории русской литературы за границы натуральной школы. Это 1835-1836, с 1836 года по 42-й как бы предыстория, которую определяла преимущественно Гоголь, но также отчасти Пушкин, ну и отчасти Лермонтов. Это следующий период, 42-й, 45-й годы 19-го века, это как бы организация школы. Но ещё в середине 30-х годов появились произведения, которые вполне можно было бы отнести, ну, что ли, к предыстории также натуральной школы. Это очерки Владимира Ивановича Даля, писавшего под сезонимом «Казак Луганский», это три повести Николая Филипповича Павлова, это «Княжна Мими» и «Княжна Зизи» князя Владимира Федоровича Адоевского. Но, в принципе, конечно, 42-й, 45-й год, это вот наследует 30-м годам, и вместе с тем, ну, как бы об этом мы поговорим подробнее, много погодя, так вот, наследуют они именно этим литераторам. Затем следующий этап развития натуральной школы, это, конечно, этот этап связан с деятельностью Белинского на посту, ну, точнее, во главе отдела критики и библиографии журнала Краевского «Отечественные записки». Этот отдел Белинский возглавлял с 1939 по 1946 год, затем ушел в Некрасовский современник, но об этом также впереди. Так вот, с самого начала 40-х годов «Отечественные записки» — это орган западничества, в отличие, скажем, от москвитянина, от органа московского славянофейства. И вообще, рассвет «Отечественных записок» приходится именно на это время, тираж их растет постоянно, достигают по тем временам очень большой цифры — 8 тысяч. Ну, и вообще, этот период с 1945 по 1948 год — это период активной деятельности, расцвета натуральной школы. Ну, а 1948 год — это год смерти Белинского, и по 1950 год можно считать, что это как бы эпилог, общепринятый в современной науке об истории литературы, ну, общепринятый как бы в качестве эпилога натуральной школы. Но не надо думать, что все сводилось только к этой линии. Не надо думать, что движение русской литературы, начиная с 40-х годов, оно как бы шло только по этому пути. Это всего лишь схема, ну и, как всякая схема, достаточно приблизительная. Ну, вот, скажем, издания, которые стали появляться как раз в то время, когда все большие права в русской литературе завоевывал так называемый физиологический почерк. Еще в 1841 году в отечественных записках появилось обширное объявление о предстоящем выходе альманаха, называвшегося «Наши списанные с натуры русские». Вот что говорилось в этом альманахе о будущем издании. Здесь дело идет не о тех героях, героинях и всякого рода фигурах, которые создаются по воле, по фантазии, по капризу, по умению и неумению сочинителя, создаются для произведения известного действия или для распространения или подкрепления известного умения или способа воззрения. Но представляются люди-факты. Сдергивается занавес, за которым они сидят и действуют. И читателю дается на обсуждение не человек вымысел, но человек настоящий. Мне уже как-то пришлось говорить о том, что развитие литературы с древнейших времен идет посредством слова и посредством, берущего свое начало в античную эпоху, риторической культуры. Белинский, когда говорил об отвержении риторической линии в культуре, он был прав. Действительно, как бы между человеком и действительностью стояла великая литературная традиция, которую со времен целого ряда исследований принято называть риторической. Традиция, когда между человеком и миром реальности стояло слово и помогало ему освоить этот мир. Так вот, эта риторическая традиция, эта риторическая линия отвергается. Пришло к тому время. Так вот, в этом же объявлении далее следовало объяснение вообще, зачем все это нужно. Зачем нужен, должен появиться на страницах альманаха, наши списанные с натуры русскими, человек-факт, человек реальный. И вот что говорилось в объявлении. Пусть будет сотня, тысячи таких портретов, схваченных живо с натуры, и разве просматривая их, рассуждая, сближая не только теперь, но через 50 лет, через два века, это уже адресуется к нам, читатель не увидит перед своими глазами общество данного времени, общество с его душой и сердцем, с его добродетелями и пороками, с его умом и дурачествами, с придуманными ими законами и с вопиющим злоупотреблением их, с его похвальными стремлениями и противоречащими им действиями. Основу авторского коллектива альманаха, который, еще раз повторю, назывался «Наши списанные с натуры русскими», вот его титульный лист, составляли петербургские писатели. Писатели, которые группировались как раз вокруг отечественных записок, вокруг литературной газеты, ну и некоторых других изданий. Можно их назвать. Ну, прежде всего, надо назвать издателя альманаха. Замечательного человека, замечательного, ну, помощника петербургских генерал-губернаторов нескольких поколений. Он стал еще помощником Милорадовича, убитого на Сенатской площади. Затем был Гринящего Кутузова, графа Эссена. Александр Павлович Башуцкий. Писатель, издатель, активный деятель администрации Санкт-Петербурга и человек, которому принадлежали в альманахе «Наши списанные с натуры русскими» несколько материалов. Ну, в частности, почерк «Водовоз». Вот первая страница альманаха «Наши списанные с натуры русскими». Вот инициалы в этом альманахе. А вот иллюстрация как раз очерку Александра Павловича Башуцкого «Водовоз». Не исключено, что именно публикация этого, ну, такого социально-критического очерка послужила причиной того, что альманах прекратил свое... Он выходил отдельными выпусками, так вот он прекратил свое существование на 14-м выпуске. Ну, кто же еще входил и был обещан в качестве автора альманаха? Ну, это князь Владимир Федорович Адоевский, хотя его произведения так и не вошли, он обещал свои произведения, но они не вошли в 14 выпусков наших. Это Иван Иванович Панаев, его произведения также не успели появиться в альманахе «Наши списанные с натуры русскими», но Иван Иванович был человеком весьма заметным в петербургских литературных кругах, он был свояком издателя, так сказать, отечественных записок Александра Андреевича Краевского, он был ближайшим другом Виссариона Белинского. Это Владимир Александрович Сологуб, который еще не был автором знаменитого «Тарантаса», но вместе с тем он был автором целого ряда очень ярких, талантливых повестей, автором ряда рассказов и очерков. Это Михаил Юрьевич Лермонтов, который обещал Башутскому свой очерк «Кавказец», он также не появился в «Наших» и был опубликован только в XX веке. Это Владимир Иванович Даль, его очерк «Уральский казак» был опубликован в альманахе, обещал дать в альманах материал 29-летний малорос, преподаватель словесности в первом кадетском корпусе Евгений Павлович Гребенков, ну и другие. Выпуски первого роскошного русского издания выходили в 1941-1942 годах, выходили с иллюстрациями замечательных русских тогдашних художников, вот смотрите на одну из них, как раз здесь написано «Наши», так вот, среди которых выделялся Василий Федорович Тим, ну еще там присутствовали среди иллюстраторов Евгений Коврыгин, Тарас Шевченко, гравировал рисунки этих авторов Константин Карлович Клот, брат знаменитого скульптора. Так вот, эти альманахи, этот альманах точнее, за образец взял, по признанию самого Башутского, альманахи, выходившие в Англии и во Франции. Это альманахи, англичане, французы в их собственном изображении, выходившие в конце 30-х годов. Ну вот, скажем, англичане в их собственном изображении. Это сборник текстов, очерков и эссе к 90-гравюрам Кенни Медоуза. Кто был авторами? Ну, Текерей, Бульверлиттон и десятки других гораздо менее известных писателей. Скажем, англичане, французы в их собственном изображении, пять томов были посвящены Парижу, три провинции, представляли аж 137 авторов. Среди которых, ну, назову самые известные именно. Бальзак, Жюль Джанен, Жорж Сант, Александр Дюма и другие. Гравюры, которые сопровождали французский альманах, французы, в их собственном изображении, принадлежали Агюсту Домье, Говорни, Гранвилю. Можно назвать и 15-томный Париж или книга 101-го литератора. Этот альманах послужил прообразом Смердинского альманаха, Сторовских литераторов. Вообще, вот именно в этих альманахах формировался жанр физиологического очерка. Ну, что это такое? Сам термин, мы продолжаем как бы следить за терминами, вел свое происхождение от Бальзака и указывал на понимание общественного, социального человека по аналогии с методами и приемами научной зоологии, которая расцветала в тот период. Убеждение, в частности, вот за этим термином стояло убеждение в том, что человек во многом и прежде всего зависит от среды, от сословной среды, профессиональной, географической, возрастной и так далее. И выступает как своего рода отпечаток этой среды, носитель и представитель определенных общественно-бытовых типов, видов, разрядов, ну и тому подобное. Вообще, жанр как бы особенного французской литературы отличался неким наукоподобием. Сказывалось это в вычленении и того или иного явления города и городских сторон городского быта, каких-то групп населения, распространенных профессий и совокупного вот этого общественного организма с целью художественного исследования, такого монографического описания. Ну вот приведу такие характерные для европейской литературы примеры. Скажем, физиология Паттера, то есть священника патистанского Генриха Фремена, физиология женатого человека, Поля де Кока, физиология, даже вот такое, физиология женщины, находящейся у меня на содержании, вероятно, Жака Араго, физиология жандарма Эдуарда Лессенера. Вот те темы, я специально подобрал названия произведений, которые вообще тематически никак не пересекались с русской литературой. И в наших физиологиях никогда не подымались. И сложно себе представить, скажем, ну ту же самую физиологию женщины в русской литературе. У нас этих типов, эти типы не анализировались. Так вот, этот расцвет физиологического жанра в европейской литературе совпало, ну и натурально совпало, как бы не случайно совпало, закономерно, с определенным периодом в творческой эволюции Белинска. С периодом, который заканчивал его эпоху, его примирение под влиянием Гегеля с действительностью и обозначал переход к отрицанию этой действительности. И вот знаменитое письмо, да, Белинский заявлял, «Отрицание, мой Бог». Так вот, знаменитое письмо к Боткину 1941 года как раз этому посвящено, и я его позволю себе процитировать. «Социальность, социальность или смерть?» Вот девиз мой. И далее. «Что у меня в том, что для избранных есть блаженство, когда большая часть не подозревает его возможности? Прочь же от меня блаженство, если оно достояние мне, одному из тысяч. Не хочу я его, если оно у меня не общее с меньшими братьями моими. Сердце у меня обливается кровью и судорожно содрогается при взгляде на толпу ее представителей. Горе, тяжелое горе овладевает мое при виде босоногих мальчишек, играющих на улице в бабки, и оборванных нищих, и пьяного извозчика, идущего с развода солдата, и бегущего с портфелем под мышкой у чиновника, и довольного собою офицера, и гордого вельможа». И, собственно, Белинский принимается развивать учения о социальной билетристике, о легкой литературе, отдельном направлении в этой литературе. Вообще, на исходе 43-го года Белинский констатировал, что литература наша находится теперь в состоянии кризиса. Это не подвержено сомнению. Да, действительно, эра поэзии закончилась. Мы как-то не совсем ясно понимаем, что она действительно в это время заканчивалась. Ушли в той или иной степени, но некоторые с тем, чтобы вернуться в литературу, вот такие поэты. Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Крылов, Жуковский, Батюшков, Тютчев. Вот он как бы возвращается, особенно после статьи в современнике Некрасова, русские второстепенные поэты, где он был поднят на щит. Боротынский, Языков, Козлов, Кольцов, Дельвик, Веневитинов, ну и другие, все поэты. Современники отчетливо это понимали. Например, в записках Маркевича так сказано, «Какое богатое созвездие! Вы согласитесь, что это время было время поэзии?» И давайте не забудем, это вот начало 40-х годов. Именно в это время появляются мертвые души Гоголя. И вот в этом контексте мертвые души – поэма. Действительно поэма. И Гоголя недаром в школе учат, впрочем, не знаю, как сейчас, в мое время, учили наизусть. И никогда не пытались заставить учащихся учить наизусть, скажем, Достоевского или Толстого. А здесь, в эту новую прозаическую эпоху, прозаически звучат и самые, ну, что ни на есть, неопределенные мечтания. Ну, давайте вспомним совершенно прозаические сны Веры Павловны из «Что делать Чернышевского». Поэзия становится подчеркнуто сниженной. Поэзия становится приземленной, едкой, трезвой. И вместе с тем совершенно явно набирает отсюда новую художественность. И символ этой поэзии, конечно, Некрасова. Вспомним историю о том, как хранили Некрасова и как на похоронах его студенты говорили Достоевскому. Он выше, выше Пушкина. И на этот путь литературу русскую направляет Белинский. Вообще, Тургенев вспоминал, как Белинский был возмущен пушкинским стихотворением поэта «Толпа». Ты пользы, пользы в нем не зришь. Но мрамор сей ведь бог. Так что же? Печной горшок тебе дороже. Ты пищу в нем себе варишь. Казалось бы, Пушкин категорически выступил против утилитарности литературы, полезности, дельности литературы. Но это сам Пушкин говорил ванильский. Мой идеал теперь хозяйка, мое желание покой, да щей горшок. Вон он горшок опять появился, да сам большой. И Белинский, по сути дела, утверждает, да, печной горшок дороже. Литература должна ознакомить русских с их собственным бытом, постигнуть тайну русской действительности. И для этого нужны по Белинскому не только гении, но и таланты обыкновенные, которые должны удовлетворить, как он писал, насущную потребность ежедневных досугов публики. Вот здесь я процитировал вступление Белинского в физиологии Петербурга, составленное из трудов русских литераторов под редакцией Николая Некрасова, который, этот альманах, вышел в свет в 1845 году. Авторы отчасти нам уже знакомы по нашим спискам с натуры русскими. Вот Владимир Иванович Даль, он поместил в физиологии Петербурга очерк «Петербургский дворник». Дмитрий Васильевич Григорович, это выпускник, инженерного училища и Петербургского инженерного училища, Академия художеств. Это такой весьма образованный с широким кругом художественных интересов человек. Это он, да, будущий автор знаменитых деревней Антона Горемыти, которые будут печататься в органе натуральной школы современники. Это гребенка, которого я уже характеризовал, это тот же самый Иван Иванович Панаев. Вот посмотрите на Евгений Павлович гребенку, посмотрите на Ивана Ивановича Панаева, который специализировался ну что ли на очерках из жизни полусвета. Анагар, Лев и многих иных. Это ну целые некоторые другие авторы, скажем, Кульчицкий, поместившие амнибус физиологии Петербурга. И, во-первых, да, и сам, естественно, Некрасов, которому принадлежал знаменитый очерк Петербургские углы, прославивший имя Некрасова. Это очерк в прозе. А во второй части физиологии Петербурга он поместил очерк в стихах чиновник. Да, и иллюстрировали и статьи и очерки физиологии Петербурга, ну, по сути дела, те же самые художники, которые иллюстрировали и наших. Скажем, к Петербургскому дворнику рисовал иллюстрации тот же самый Тим, Коврыгин рисовал по, ну, давал рисунок, а Бернацкий гравировал его, к Петербургскому шарманщику Григоровича. Гравюра Бернацкого была помещена в качестве иллюстрации к статье Белинского Александрийский театр. Вот одна из этих гравюр, которые, как вы видите, эффекты для драма и для Вадевиля. В этой статье Белинский как бы не испровергал ходульную школу Каратыгина, очень популярного в Петербурге актера. Белинский вообще много написал в этом сборнике. Он написал вступление, написал статью Петербурга Москва, статьи Петербургской литературы, Александр и Лизский театр. Вкратце говоря, направленность этого лимонаха была явно социально-публицистической. Лимонах ждал успех. Но вот, кстати, иллюстрация к Петербургскому дворнику. Тот самый рисунок Тимма, о котором я уже говорил. Так вот, затем вышел в свет после этого успеха. Кстати, это было довольно выгодное предприятие. И Некрасов, который стал, если хотите, одной из основных движущих сил всех подобных предприятий в будущем, он стал на этом зарабатывать деньги. Вообще, очень любопытно, скажем, пушкинская эпоха. Столкновение пушкинского современника журнала «Партия аристократов» с торговым направлением русской литературе, знаменитым триумвератом издателей, которые как раз эксплуатировали билетристику, эксплуатировали нравоописательный очерк Фадей Булгарин, ну, скажем, его нравоучительный, нравоописательный роман, который был бестселлером тогдашним Иван Выжигин. Это Осип Иванович Сенковский с его «Библиотекой для чтения», журнал, который имел необыкновенный успех у русского читателя, «Библиотека для чтения» издавалась под псевдонимом «Барона Брамбеуса». И, скажем, также бестселлер, билетристический бестселлер, фантастические путешествия «Барона Брамбеуса». Это совершенно необыкновенная редакторская практика Сенковского, который правил абсолютно все статьи. Вообще, один из самых занятных журналов той эпохи такого необыкновенного в русской литературе 30-х годов брулескного стиля. Это Николай Иванович Греч. Условом, это тот триумбират, торговое направление, так называемое, которое писало для того, чтобы зарабатывать деньги. Так вот, условно говоря, демократическое направление, социальное направление, направление Белинского в лице Некрасова и после успеха в физиологии Петербурга также начинает зарабатывать деньги. И затем выходит в свет петербургский сборник. Вот его титульный лист. Петербургский сборник, который включал в себя выходит он в свет в 1946 году, как вы видите, издает его опять же Некрасов. Так вот, петербургский сборник включал в себя как чистые физиологии, ну, типа парижских увеселений, как бы география расширилась, противопоставление Петербургом Москве, который пытался снять Белинский, потому что он где-то основывался и отталкивался от петербургских записок Гоголя. И как раз полемизировал с Гоголевской, ну, если хотите, такой аксиоматической установкой, что Москва нужна России и Москва нужна для России, а Петербург, Россия нужна Петербургу. Ну, то есть, вот эти вот, как бы, пассивно-активные роли столицы и страны, которые так активно обсуждаем, скажем, мы сейчас в связи с Москвой. Так вот, Белинский, ну, как бы, в петербургском сборнике расширяется география, расширяется жанровый состав. Сюда включаются рассказы и стихотворные повести, скажем, Машенька, Аполлона Майкова. Сюда включается сатирическая поэма, кстати, опять же, иллюстрированный уже Агином, Тургенева-помещик, с такими, скажем, строчками. Он с детства говорится о памятнике. Не носил подтяжек, любил простор, любил покой, но странен был покрой его затейливых фуражек. И, как бы, вот этот вот простор покой отсылает, ну, если хотите, вот к такому орловскому простору и покою, к родине Тургенева. Так вот эти вот затейливые фуражки, это уже, как бы, особый сюжетный ход, столь характерный вообще для этой эпохи и этого стиля поэзии. Это капризы раздумия Герцена, это в дороге того же Некрасова, ну и в конце концов это «Бедные люди» – первый, по определению Белинского, социальный роман Достоевского. Вообще, очень характерно, петербургский сборник был также достаточно украшен иллюстрациями и даже сохранилась легенда о том, что Достоевский очень высоко оценивает собственное творчество, наставила, чтобы, ну, это легенда, это недоброжелательная легенда, чтобы бедные люди выделялись в сборники и были окремлены неким, ну, некой рамочкой. Этого не было. Бедные люди вышли без всякой каймы в петербургском сборнике. И вообще, ну, историю эту можно долго очень обсуждать, а современники очень любили это дело в связи с Достоевским. Да, и Белинский в восторге пишет Герцину, «Только три книги на Руси шли так страшно, «Мертвые души», «Тарантас», Владимира Сологуба, кстати, в 45-м году вышел «Тарантас», написанный, если угодно, по мотивам «Мертвых душ». Тарантас этот был проиллюстрирован, замечательно проиллюстрирован учеником, художником, учеником Карла Брилова, художником-дилетантом Григорием Гагариным. Это одно из лучших русских изданий вообще эпохи. И петербургский сборник. Ну, еще этапы натуральной школы. В 47-м году если можно так сказать, разбогатевший Некрасов выкупает Пушкинский журнал, старый Пушкинский журнал «Современник» у Плетнева и переходит он к Некрасову и к Панаеву. Идейное руководство осуществляет Белинский и, собственно, Гоголевское направление, оно, если хотите, торжествует. Вот, кстати, посмотрите на рисунок Трутовского молодого Достоевского. О нем уже шла речь, но она будет еще идти и в дальнейшем. Так вот, «Современник» становится органом натуральной школы. Вот обложка журнала «Современник». И постепенно именно в этих изданиях печатаются те произведения, которые мы уже называем классическими. Вот вам портреты, ну, это фотография середины 50-х годов русских классиков, которые как раз вокруг «Современника», ну, если угодно, группировались. Это, конечно, обыкновенная история Гончарова. На портрете он слева крайний. Рядом с ним сидит Иван Сергеевич Тургенев. Ну, я, наверное, не буду всех называть. Да, «Современники» и, кстати, на задворках журнала «Современник» в отделе «Смесь» появился первый очерк записок охотника Хори Калиныч. И только потом он стал печататься в разделе «Словесность». Это Лев Николаевич Толстой стоит, над Тургеневым, который напечатал в «Современнике», напечатал «Детство», «Набег», «Отрочество». Ну, это «Сороковоровка» Герцена. Здесь же, рядом с Толстым, стоит как раз Григорович. Здесь же, вот, справа сидит Александр Николаевич Островский, который, ну, не то чтобы часто печатался. Словом, словом, вот, плоды гоголевского направления в русской литературе. Все мы вышли из гоголевской шинели. Ну, эти слова одно время приписывали Достоевскому, может быть, они принадлежат Тургеневу, споры по этому поводу еще не закончились. Да. Ну, предположим, что говорил так Достоевский, так было принято думать довольно долгое время. Так вот, Достоевский в петербургском сборнике напечатал вот этот вот свой знаменитый роман «Бедные люди». И герой этого романа, Макар Девушкин, оказывается не просто маленьким человеком, маленьким чиновником, но и читателем. И что же он читает? Варенька Добросилова дает ему для прочтения станционного смотрителя Пушкина, одной из повестей Белкина и Шинель Гоколя. Макар Девушкин восхищен станционного смотрителя. Образ Вырина его поражает. Он считает, что он сам мог бы так написать. Вот эта трогательная история «Судьба станционного смотрителя» и его дочери его поразила вот как бы объективность. Рассказ этот поразил. Но прочитав Шинель, да, имейте ввиду, бедные люди действительно принадлежат Гоголевскому управлению. Так вот, герой бедных людей, прочитав Шинель, воспринимает это как пасквиль, как личное оскорбление. Гоголь, по мнению вот этого литературного читателя, в отличие от Пушкина, подсмотрел и увидел то, что подсматривать нехорошо. Опубликовал чужую, скрытую жизнь. Сочинитель вынес на люди такую оскорбительную сторону жизни, которую не надо показывать. Ну, действительно нехорошо. Это очень и очень неприятно и слишком сильно унижает. если вот так можно оценку читательскую Макара Девушкина интерпретировать. Это был, если хотите, первый звоночек. Гоголь, ну, со стороны Достоевского, который не только следовал Гоголю, но препародировал его, это надо признать, но находился с ним всегда в сложном диалоге. Ну, к этому вопросу мы также вернемся. Гоголь действительно, если его сравнивать с Пушкиным, Пушкина в чем-чем, а в этом превосходил. Превосходил, ну, такой, действительно, отрицательной способностью. Превосходил, вот, кстати, достаточно редкий портрет Гоголя 30-х годов, принадлежащий Перу Карла Брилова, знаменитого русского художника, романтика, о последнем дне Помпея, которого Гоголь писал в Робесках и вообще одной из самых заметных фигур той эпохи. Так вот, Гоголь превосходил Пушкина отрицательной способностью, такой разъедающей аналитической силой, умением, вот, Макар Девушкин был прав, уничтожить человека. Вот, давайте сравним пушкинские фильетоны, скажем, против того же Фадея Булгарина, подписанное псевдонимом Феофилакт Косичкин, вот с обыкновенным письмом гоголевским Пушкин 1933 года, где Гоголь, автор этого письма, излагал план антибулгаринской статьи. Забегая вперед, скажу, что яд Гоголя несравненно сильнее, хотя известно, что Пушкин писал свои фильетоны в крайнем раздражении, намеревая раздавить вот это вот ничтожество Булгарина, но оно, ну что ли, все время ускользало от Пушкина как несоизмеримое. Гоголь же просто предлагает Пушкину вот гоголевский рисунок, изображающий Пушкина, так вот Гоголь предлагает Пушкину ну как бы написать для современника сравнительное историческое исследование, якобы дифферап. Цитирую. И цитирую на фоне портрета Фадея Булгарина. На Булгарине, пишет Гоголь, означено направление чисто байронское. Та же гордость, та же буря сильных непокорных страстей резко означившая огненный и вместе мрачный характер британского поэта, видна и на нашем соотечественнике. Давайте смотримся в это благообразное, вполне типичное, буржуазное лицо. Ну, продолжим цитату. То же само отвержение, презрение всего низкого и подлого принадлежим им обоим, учитывая репутацию Булгарина. Звучит, по крайней мере, странно. Самая даже жизнь Булгарина, это Булгарина, который, как известно, воевал в рядах наполеоновской армии, затем перешел на русскую сторону. Вообще, есть версия, что он был таким, ну, своего рода тайным агентом царского правительства. Ну, версия ничем особо не подкрепляется. Так вот, самая даже жизнь Булгарина есть больше ничего, как повторение жизни Байрона. И далее идет, наверное, самый сильный ход. Вот портрет Байрона, известный рисунок Джорджа Харлоу. Посмотрите на этого кумира тогдашней женщины-мужчины. Красавца-поэта, жизнь которого, ну, жизнь в каком-то смысле была при жизни еще, при жизни Байрона, его жизнь стала легендой. Греки, борьба за освобождение, фермопилы, гибель Байрона. Так вот, Гоголь сопоставляет и пишет, в самих даже портретах их заметно необыкновенное сходство. Это уже, ну, если хотите, удар, чтобы человек не ожил. Внешность дана человеку от Бога. Ну, как же можно сопоставлять вот так, прямо, так обижать даже булгарин, это, ну, просто нехорошо, как сказал бы Макаром девушек. Так вот, эта истребительная гоглевская сила, конечно, вот в письме, я процитировал просто потому, что это небольшой фрагмент, конечно, сказалась и в его художественных произведениях. но всегда надо иметь в виду, что она была действительной и действенной, конечно, лишь потому, что у Гоголя был очень высокий идеал, который превосходил своей мощью даже вот этот вот ничтожный, любой ничтожный предмет, который он описывал, и потому только способны, разбирая этот предмет, вызывать наш непрекращающийся со временем к нему интерес. Конечно, вот, скажем, боль за маленького человека пришла в русскую литературу от Гоголя. Она составила, если хотите, такой внутренний свет, который заставил читателя страдать и изумляться при виде такой, казалось бы, ординарной, невыразительной, костной, животной, если хотите, жизни, первобытной животной жизни. Ну, вот, вспомним, скажем, старосветских помещиков, вспомним Афанасия Ивановича и Пульхерию Ивановну, вспомним, как они живут. Ну, Белинский тогда был поражен, люди только живут тем, что едят. А как-то мне это напомнило был у Гамлета шекспировского, такой монолог. Гамлета я не случайно вспоминаю. Тот человек, когда он занят сном и едой, животное и только. И вот поразительная повесть о любви вот этих двух пожилых человек друг к другу. Гоголь параллельно к истории старосветских помещиков рассказывает историю страстно влюбленного юноши. Давайте-ка я ее напомню. Вот был такой у рассказчика знакомый, юноша, необыкновенно влюбленный в девушку. Девушка умерла. Юноша стрелялся, пытался покончить с собой, но случился тот знаменитый врач, волшебник, который его поставил на ноги. От юноши родственники, друзья стали прятать все и все то, что могло навредить ему, причинить ему действительно вред, смертельный вред. Но опять же однажды не уберегли. Он вышел на улицу и бросился под карету проезжавшую, ну с тем, чтобы опять же лишить себя жизни. Ему, пишет Гоголь, раздрощило бедро такое, гоголевское словечко. Но опять же случился врач, его спасли. Вот любовь, страсть, которая захватила, казалось бы, всего человека. Любовь, из-за которой человек готов пожертвовать жизнь. И что же? Прошел год, и вот рассказчик встретил этого юношу. Встретил в свете, в обществе, где юноша сидел за карточным столом, весело говорил «петит уверт», а за спиной стояла молоденькая жёнушка и перебирала карточные фишки. Петит уверт, вот, казалось бы, страстный юноша должен играть в азартные только игры. Ну, вспомним, тройка, семёрка, туз, фараон. Те игры, которые можно много проиграть и много выиграть сразу же. А что значит «петит уверт»? Петит, казалось бы, всё понятно, петит маленький. Уверт, ну, накрыть стол на шесть кувертов, на шесть приборов. А что означает вообще этот термин? Мне пришлось как-то комментировать этот термин, и я помню, каких трудов мне это стоило, пока в конце концов не книги, в том числе «Жизнь игрока», описанным самим, которую Гоголь знал прекрасно, и где описаны все шульевские приёмы, где вся карточная терминология, по сути дела, рассматривается, ну, и многие другие. Карточная литература была достаточно популярной в гоголевскую эпоху. Так вот, Петиту Верт это, ну, с маленькой, маленькая начинает. У кого самая маленькая по достоинству карта, вот с неё начинается игра. Так вот, значит, колоду раздавали, значит, игра была так называемой буржуазной, не азартной, игра помаленькая отсюда. Словом, тот самый страстно влюблённый Юдыша прошёл эволюцию пушкинского-ленского. Если бы остался живой, как вы помните, носил бы стёганый халат, там жил в деревне, рогат и так далее, и так далее, и так далее. Да. А что же Афанасий Иванович? Даже спустя пять лет после смерти Польхи Реванны он не мог её забыть. И при упоминании её имени глаза его наполнялись слезами. И вот по этому поводу раскачащик восклицает, так что же над нами сильнее, страсть или привычка? И вот в этих, казалось бы, далёких от человеческого идеала, забытых в этой провинциальной глуши людях, старосветских помещиков, Гоголь находит что-то поразительно жизненное и высокое, несмотря на вот эту как бы противоестественно животную жизнь. так вот Гоголь действительно внёс боль за маленького человека. Вот сложность вот да, я помянул Гамлета. Гоголь повлиял на восприятие в России западной классики, мировой классики, самой высокой классики. Ну вот, скажем, сохранилась история, что когда Мочалов, простите, играя Гамлета, произносил фразу, которая более всего потрясала тогдашних зрителей, и Белинского, кстати, в том числе, за человека страшно, её, как выясняется, в подлиннике пьесы не было. Шекспир этого, этих слов не писал. Явно переводчик, как бы подстраиваясь под читательскую атмосферу, созданную уже Гоголем, он вписал эту фразу, и именно ей особенно аплодировали в театре. Как вы понимаете, аплодировали в первую очередь, не зная сами, Гоголю. Сложность и сила позиции Гоголя заключалась в том, что он не отказался от этого высокого идеала ради физиологии и, ну, что ли, не предложил вознести этот идеал на пьедестал, ну, для звуков сладких молитв, как сделал, скажем, Фетт. Он как бы законсервировал этот идеал и, ну, отвлек его от действительности. Точно так же, вот, как бы, разоблачительный вопрос, что приличнее, Блок называл, формулировал так, русская литература поставила перед собой неприличный для любого европейца вопрос, что нужнее, Шекспир или сапоги. Это действительно был неприличный вопрос, и действительно русская литература поставила. Этот вопрос был во многом необходим. Но, объявив Гоголя главой нового направления, мы, Белинский не хотел признавать, ну, как бы, другую сторону гоголевского творчества. Вот эту разъедающую, критическую сторону он признавал, поддерживал, если хотите, культивировал свои критики. И Гоголь попал, несмотря на то, что Гоголь, можно сказать, был во многом сформирован именно Пушкиным, Гоголь попал в поле влияния Белинского бесспорно одно время. Ну, до знаменитого письма Белинского Гоголю по поводу выбранных мест. Гоголь вышел, конечно, из-под влияния Белинского. И, конечно, Гоголь вместе с тем пытался бороться вот его известный портрет с рисунком Дмитриева Мамонова. Пытался бороться и с действительностью за этот идеал. И что это такое идеал? Идеал это преображение человека. Вполне реального человека. Человека, ну, как бы подсмотренного, если хотите, во всех своих гнусностях, во всей своей пошлость, во всей своей обыденности. И он прежде всего стремился воплотить, ну, если хотите, такую историческую перспективу преображения русского человека. И не следует забывать, что именно Гоголь в 34-м году сформулировал и поставил перед русской литературой Пушкина как человеческую задачу. Именно это стало ну, что ли, вот тем самым, той самой задачей, той самой целью вообще развития русской литературы. сложность позиции и силы позиции Гоголя заключались в том, что он не отказался, он действительно ни от чего не отказывался. Он не отказывался даже как бы от зла и пытался его поднять, преобразить, найти в нем то, что могло преобразиться. Гоголь вообще всегда, ну, если хотите, просто выжигал в себе, постепенно, разумеется, выжигал в себе все такое абстрактно-романтическое, пожелательное, расслабленное, самообольщающее. и нередко говорил об этом прямо. Ну, вот, скажем, цитирую, «Затем сожжен второй том мертвых душ, что так было нужно. Вывести несколько прекрасных характеров, обнаруживающих высокое благородство нашей породы, ни к чему не поведет. Но и лучше дело можно превратить в грязь, если только им похвалишься и похвастаешь. А у нас, еще не сделавшие дела, им хвастаются. Хвастаются будущим». Это действительно очень русская черта. Я процитировал одно из четырех писем по поводу мертвых душ. И тем речи Гоголь нападал на вот эту вот действительность, которая сопротивлялась этому идеалу. Его так называемый застывший стиль, но это отмечали очень многие. Немые сцены, такое припечатывание словом. Я еще покажу рисунок немой сцены Ревизора, немного погодя. Так вот, все это возникает от именно от громадного сопротивления России своему гению. Сопротивление действительности, сопротивление и Гоголевскому, и даже пушкинскому гению. Именно пушкинский образ Гоголь попытался в 1934 году внедрить в русскую литературу. Казалось, это сразу забудется. Вот эти знаменитые гоголевские слова. Пушкин есть явление чрезвычайное, может быть, единственное явление русского духа. Это русский человек в его развитии, в каком он явится, может быть, через 200 лет. Сроки, как бы исполняются. И, конечно, сроки близки, точнее. Но нет среди нас Пушкиных. Вообще, это как бы тоже удивительно. Вспомним, я рассказывал о бедных людях, вспомним, как приветствовал Некрасов, когда привел Достоевского, знаменитая история, к Белинскому со словами «Новый Гоголь явился». Гоголя как бы может быть много, хотя на это Белинске, как вы знаете, ответил, что это у вас Гоголя как грибы растут. Но новый Пушкин никак не являлся. И вообще Пушкин как бы являясь для русской литературы, ну, если хотите, золотым веком, определенно золотым веком, это именно эпоха золотого века русской литературы, вся история русской литературы отнюдь не сводится к серебряному веку, который так сейчас популярен. Серебряный век это век, так же, как и луна серебряная светит отраженно солнцем, а солнце русской поэзии, как все мы знаем, после знаменитого некролога Владимира Федоровича Адойского солнце русской поэзии закатилось, это Пушкин, который светит над всеми и светит освещение не только прошлое, не только свой золотой век, но и будущее. Именно это понял и показал Гоголь. В этих его словах заключено, если хотите, Пушкин не только для нас потерянный рай, но и тот рай, к которому идет русская жизнь, русский дух, к которому должна идти по Гоголю. Это одна сторона гоголевского идеала, и действительно он попытался это ввести в русскую литературу. Так вот, отсюда, конечно, если хотите, вот эта поразительная контрастность Гоголя, поразительная и поражающая на фоне всей остальной литературы. Вообще, у нас в литературе, наверное, нет ничего более утверждающего, и обоснованно утверждающего, такого эпически непобедимого, чем Тарас Бульба. Ну, могут сказать, война и мир, скажем. Нет, здесь у Гоголя вот пафос вот этой вот победительности, концентрации ее может быть и выше, чем войне и мире. Вообще, Толстой, который всегда развивался ну, что ли, особняком, который очень не любил общности, который всегда старался идти против течения, его взаимоотношения с Гоголем они очень и очень любопытны. Ну, да и с Пушкиным взаимоотношениями, Толстой, который сначала с презрением, по сути дела, отзывался о пушкинских повестях Белкина, что они так как-то суховатые, очень простые, голые, голые как-то, простите, голые как-то. Толстой, который в последние годы вернулся, вернулся не без влияния может быть Чехова, вот к этой пушкинской манере простого языка внутри старца, вот поздний Толстой, даже Толстой Хаджи Мурата, и вдруг он понял, что в этом простом, неперенасыщенном оборотами пушкинском слове есть все, есть живописность, есть высота, есть, ну, можно сказать, абсолютная содержательность, есть безнопространство по Гоголю, за каждым словом безнопространство. Но для этого Толстой прожил взлеты и падения, Толстой прожил жизнь великого писателя и обрел это только к концу жизни. С Гоголем у него были не менее сложные отношения, сначала он просто не признавал Гоголя как писателя вот этого абсолютного отрицания, он видел только это. Вообще не один Толстой, кстати сказать, такие тонкие, глубокие русские критики, как Розанов, у которого очень сложно опять же развивался этот диалог с Гоголем, очень сложно и он просто обличал Гоголя за это его, за то, что он стал как бы у начала обличительного направления в русской литературе. Константин Леонтьев, который в своем замечательном анализе войны и мира, анализ телевеяния, как раз находил у Толстого следы влияния Гоголя в каких-то приемах, описаниях, натуралистичных и призывал его отказаться от этого, от того, что портит. Словом, я еще вернусь к теме Гоголь и будущей русской литературы, потому что эта тема очень и очень важна. Но вот на этих примерах уже видно, что все было непросто. Так вот, вот это вот побеждение, победительность Тараса Бульба и с другой стороны вот зло, совершенно опять же убедительно разворачиваются возможности зла, скажем, в страшной месте. Ну, мне скажут, романтическая, странная вещь, с привернутым пространством. Но это зло, вий. Это зло. Мы никак... Это зло, которое оказывается сильнее человека. Это зло фантастическое как бы зло. Но вместе с тем зло, которое присутствует в человеке, иначе хамабрут не погиб. конечно, важнее всего вот это совмещение, важнее всего видеть совмещение идеала и вот это вот борющаяся с ним реальность. Ну, вспомним повесть, опять же, из Миргорода повесть о ссоре, повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Пушкин выслушал в чтении Гоголя и записал очень оригинально и очень смешно. Вот из-за пустяка люди поссорились из-за гусака. Люди поссорились. Помните финал этой повести? Он происходит в церкви. Вообще тема ссоры, скажем, еще до Гоголя включала в себя Киево-Печерский Патерик, Гоголь, который прекрасно знал. Вот там поссорились два монаха, которые даже на смертном адрине хотели помириться. И здесь Гоголь, на мой взгляд, отсылает и к этому, потому что последняя сцена повести о ссоре происходит как раз в церкви. Там, где, кажется, любые ссоры, на это я немного забегаю вперед, должны отступить. Вспомним петербургские повести Гоголя, о шинели у нас уже речь шла, Акакий Акакич Башмачкин, за что вы меня обижаете. С одной стороны, это боль, и вместе с тем это месть Акакия Акакича из потустороннего мира. Он является как бог из машины, если говорить терминами классической поэтики, для того, чтобы наказать значительное лицо. Вспомним этот контраст между мечтой и существенностью в Невском проспекте. Вспомним то же самое в двух редакциях портрета в Облеску. Вспомним, в конце концов, те же самые мертвые души. И вспомним слова Чичикова «Полюбите нас черненькими, а беленьким нас каждый полюбит». Действительно, Гоголь показывает и черное, но не на таком примитивном контрасте, он показывает соединение в человеке всего. И если можно так сказать, вот я хотел подчеркнуть еще раз вот именно важность пристального сматывания в героев Гоголя. Важно увидеть совмещение идеала и борющиеся с ним вот этой вот реальности, черной как бы реальности, в каждой, на первый взгляд, просто обрисованы или осмеяны Гоголем фигуре. Я позволю себе провести, может быть, ну, такую смелую аналогию. Гоголь, как известно, очень дружил с Александром Ивановым, с художником Александром Ивановым. Вот его портрет. С автором знаменитой картины «Явление Мессии». Ну, в другой вот это полотно, ну, в другой редакции, более позднее, это «Явление Христа народу». Картина в Третьяковке находится. И вообще в этой картине Гоголь, если хотите, должен был участвовать. В одном из Гоголя вообще очень сложно относился, ну, мы вернемся к этому рисунку, к этому эскизу, точнее, явлению Мессии. Как вы знаете, должно быть, Гоголь очень не хотел публиковать свой портрет. Он был уже популярным писателем и, скажем, ну, известный Ивановский портрет, Моллеровский, ну, достаточно, иконография Гоголя достаточно широко известна. Так вот, Гоголь запрещал печатать свой портрет, и так случилось, что его почти одновременно обманули, и Погодин напечатал, его друг Михаил Петрович Погодин напечатал один из Гоголевских портретов, Ивановский портрет, где Гоголь, по его собственным словам, не прибранный в халате. И в Харьковском альмонахе Молодик был напечатан на него портрет. Исследователи давно как-то поражались вот этой вот, этому нежеланию появиться перед публикой. Вообще, тогда очень принято было между знакомыми дарить друг другу свои портреты, ну, до геротипа даже, политипажи, какие-нибудь с дарственной надписью. Вообще, это было, ну, что ли, внешность человека, это очень многое. вот мы посмотрели на портреты, скажем, Булгарина и Байрона, внешность во многом внешно-человеческая, во многом определяется идеологией человека. Ну, это долгий, конечно, разговор по этому поводу. Скажем, ну, вот я вспомню из воспоминаний Константина Леонтьева, как он боялся знакомиться с Тургенем. Леонтьев, человек с очень развитым, тонким вкусом, касающимся, ну, если хотите, всего в жизни, в том числе и внешности человеческого, скажем, был необыкновенно разочарован, познакомившись сначала по стихам, а потом и лично с Аполлоном Майковым. Он влюбился в стихи Аполлона Майкова, захотел с ним познакомиться, встретился и увидел ну, такого, если хотите, чиновника, очкарика. И вот он боялся познакомиться с Тургеневым, вот ожидая такого же зачарования. Но познакомился и был в восторге. Тургенев был красив, велик, он был, по сути дела, великаном по сравнению со многими другими русскими писателями, малорослыми. и Тургенев просто восхитился. Леонтьев был восхищен Тургеневым и, сказать, готов был отдать ему должное даже из-за этого. Так вот, вообще, очень много внешности, одежду легче менять. Скажем, я уже, по-моему, приводил этот факт, что Орелеев предлагал выйти из антинемецких настроений, антиромановских. Настроение предлагал декабристам выйти на площадь не в мундирах и во фраках. Одно время была версия, что заговор декабристов это заговор фрачников, людей в гражданской одежде. И очень государь Николай Павлович был разочарован, когда выяснилось, что большинство из них офицеры, носившие мундиры. Так вот, Орелеев предлагал выйти в русских кафтанах на площадь, подчеркнуть вот это вот, ну, как бы антинемецкий царь наш, немец русский. Ну, скажем, идеология внешности, ну, толстовки. Льва Николаевича Толстова, когда с ним случился переворот, который в нем давно готовился, и задачи, которые всегда в нем были, по его собственным словам, с ним случилось то, что жизнь его круга богатых ученых опротивила ему. И вот он, так сказать, ушел, как бы, к крестьянству, встал, как раньше говорили, на позиции патриархального крестьянства. Так вот он сменил одежду и, так сказать, изобрел ту самую толстовку, которую многие, с удовольствием, которую многие носят и в наши дни. Так вот, Гоголь не хотел, по мнению ряда исследователей, появляться перед заме русской публики никем другим, кроме как персонажем картины Александра Иванова. это фигура так называемая ближайшего к Христу. Вы видите эту фигуру, которая действительно ближе всех к Спасителю и черты сходства с Гоголем явно не присутствует. Вообще аналогию с явлением Мессии Гоголь действительно был близок довольно долго в Италии с Александром Ивановым и явно находился в курсе если хотите вот одной основной идеи Ивановской картины. Еще раз покажу ее. Дело в том, что на этом полотне Иванов собрал рабов самых униженных людей и богачей. Собрал апостолов и самых завзятых грешников на заднем плане римские воины. Собрал иудеев и эллинов вот в тот момент, когда им явился Спаситель, когда им предстояло преобразиться в людей как таковых, в людей, созданных по образу и подобию Божьему. И не случайно работа, ну, процесс работы Александра Иванова над этой картиной был таков, что в обличии каждого из уродованных и безображенных рабов, скажем, он скрыл прообраз античного бога. В одной из голов, скажем, раба он даже сохранил раздвоенный подбородок кентавра. А эскизы, ну, вот, например, эскиз Спасителя, он делал эскизы Спасителя, он делал с Аполлона Бельведерского, и тут вы видите вот сопоставление эскизов, вы видите головы Аполлона Бельведерского, Венеры Медицинского, Лакаона, античную маску, и вот три варианта головы Христа. И, скажем, или вот это Иоанн Предтеча и голова Зевса Триколи 30-е годы и голова Иоанна Крестителя. То есть то есть вот это вот прообраз человека, прекрасного человека, образ человека, который создан действительно человек создан по образу и подобию Божьему. Мы вообще, если мы как бы задумаемся над этим, мы должны вспомнить, что мы кое в чем вспомним учения Григория Паламы, мы же выше даже ангелов, скажем, как раз способность творить отличает нас от них. Так вот, вот эта вот способность человека преобразиться, способность человека стать выше и лучше. Вот что интересовало Гоголя, конечно, в плане мертвых душ, в перспективе мертвых душ. Мертвые души, как известно, задумывались в трех томах. Вообще, он ну, мертвые души это поэма не столько, не только своим стилем. Да, кстати, в самой поэме прав Константин Аксаков, и не прав тут Белинский. Белинский, кстати, сравнивал с гомеровскими эпопеями еще Тарасу Бурьбу, сам сравнивал. И как бы стоял на этой точке зрения. А когда Аксаков сравнил мертвые души с гомеровскими поэмами, как известно, Гоголь очень высоко ценил, особенно Одиссею Гомера, и писал об этом в переводе Жуковского. Так вот, это тоже как бы некий прообраз, как у Александра Иванова в Явлении Мессии, это вот тот прообраз, который угадывается за мертвыми душами. Кстати, за мертвыми душами угадывается очень много произведений. Следователи показали, что мертвые души соотносятся с планом божественной комедии Данте. Вот со всеми как бы великими произведениями с Дон Кихотом, бесспорно, Сервантеса. Вспомните, Гоголь же сам рассказывал, как Пушкин заставил его приняться за мертвые души. Он сравнивал творчество Гоголя с творчеством Сервантеса и говорил, что Сервантес написал очень много небольших повестей, рассказов, но если бы он не написал Дон Кихота, то никогда бы не остался в мировой литературе. Это было как бы поводом, формальным, если хотите, поводом вот для этого обращения Гоголя с помощью Пушкина к сюжету «Мертвых душ». Как известно, Пушкин ему и предложил этот сюжет, также сюжет «Ревизор» по признанию самого Гоголя. Так вот, конечно, «Мертвые души» поэмы еще и по идее, по мысли. Ну вот как проехаться вот этой вот тройкой по всем этим коробочкам Собакевичем и их преобразить и вообще проехаться к этому преображенному человеку, если хотите. Вот как сказал поддержанный в свое время Пушкиным Иван Васильевич Киреевский, у нас есть надежда и мысль о великом назначении нашего Отечества. И, конечно, Гоголь, вооруженный Пушкиным, он, что ли, принимает высоту пушкинскую, вот этого как бы высоту пушкинского солнечного отношения к жизни. принимает и лермонтовскую высоту, лермонтовского взгляда. Вообще очевидно, что скучно жить на свете, на этом свете, господа. Это, в сущности, то же самое, что у Лермонтова и скучно, и грустно, и некому руку подать. И выход, выход, если брать с точки зрения истории литературы, конечно, с истории даже русского духа, так формулировал Гоголь в 1934 году, то он русского человека в его развитии видел, конечно же, в Пушкине. И вот, что характерно, вот при всем сложном отношении Гоголя русских писателей, это как раз вот к будущему, вообще, все начинавшие после Пушкина, я немного повторю и повторюсь, так вот, все начинавшие после Пушкина русские писатели, ну, возьмем того же Некрасова, Тургенева, Гончарова, Островского, они были, как бы, Белинским перекрыты от Пушкина. Вот борьба Пушкинского и Гоголевского направления в русской литературе. Они были перекрыты и, если хотите, отжаты к жизни, к действительности. И вот, я уже говорил об этом, что даже Гоголь попал в зону его влияния, не говоря о том же Достоевском. Но вот, что поразительно, русская литература совершила вот свой этот блистательный период. И вершина этого периода 80-й год, Пушкинский праздник, на который собралась вся литература, как писали современники, вся русская литература, ну, за исключением, опять же, такого всегдашнего странника Толстого. который миновал. Кстати, Толстой в войне и мире, казалось бы, вывел Дениса Давыдова, а вот 15-летний Пушкин как бы избежал войны и мира. Не рискнул. Толстой даже намекнуть. Но это другой разговор. Так вот, собирается вот вся та литература, которая в 40-е, ну, начиная с конца 30-х, 40-х годов, так стройно и под знаменем Белинского во многом, так стройно, ну, прямо все вместе, ну, такая молодая роща, если хотите, одним порывом, просто обгоняя друг друга и стараясь превзойти, действительно, достигая высот, которые изумили весь мир в романах Толстого, Достоевского, во многих иных, она явилась на этот Пушкинский праздник. Ну, я имею в виду знаменитую речь, конечно, Тургеневскую, знаменитое выступление Островского Александра Николаевича. И, конечно, и Достоевский, и Тургенев, и Островский дают своего рода обзор всей той русской литературы, того периода, который принято называть Гогольевским. Но дают от Пушкина. И тот же Достоевский, начав свою речь с цитаты, я уже цитировал, из Гоголя, Пушкин, если явление чрезвычайное, может быть, единственное явление русского духа, он продолжил «Добавлю от себя». Ну, и вот, там, проанализировал цыган, выброс Олега, стал говорить о всемирной отзывчивости Пушкина. Пушкин, как бы, вернулся по Гоголю в русскую литературу. И, конечно, ну, к сожалению, вот посмотрите на зарисовки Гоголя. Это обложка носа, рисунок Гоголя. До этого был собор, один из итальянских соборов. Я сейчас сразу же переключу. Это обложка первого издания мертвых душ, первого тома мертвых душ, нарисованная Гоголя. так вот, да, помните, я говорил о застывшем стиле Гоголя, и вот немая сцена ревизора, которую рисовал, долгое время считалось, что это рисунок самого Гоголя. Нет, это рисовал Александр Иванов. И это еще одно подтверждение близости, творческой близости великого русского писателя и художника. И, конечно, путь Гоголя, путь Гоголя, это сложнейший путь, путь достижения, приближения к этому идеалу. И на этом пути, конечно, Гоголя бесспорно помогли обрести этот путь. Ну, в первую очередь, конечно, нужно тут сказать, и о Оптиной пустыне, которая так много вообще, как роль Оптиной пустыни и старцев оптинских. Ну, вот здесь на этой фотографии с Хиегумен Антоний Путилов, с Хиархимандрит Моисей Путилов и Расхимонах Макарий Иванов. Роль этих людей в русской литературе, конечно, огромна, потому что в Оптину пустынь ездили, действительно ездили великие, ездили Гоголь, ездили Достоевский, Владимир Соловьев, и беседы с этими душезнацами, с этими проницательными людьми очень много значили для них. И есть версия, что Толстой последние годы, ведь его сестра постриглась рядом с Шмардинской пустыни, рядом с Оптиной, что он ехал последние годы как раз к старцу Амросию Оптинскому и по пути, как бы, не решаясь с ним увидеться, ну вот, и умер на станции Остапова. Ну, это версия, может быть, благочестивая версия. Все-таки у Толстого были гораздо сложнее отношения церкви. Но для Гоголя это, бесспорно, сыграло огромную роль это общение. Бесспорно, также, вот, то, что путь, здесь мы видим, ну, иконы Гоголя, спасителя и, так сказать, святителя Николая, это гоголевские иконы. И вот отец Матвея Константиновский, о котором так много писалось, об отрицательной, якобы, роли, которую он сыграл в жизни Гоголя. Все это, конечно же, не так. И, конечно, в последних работах мы совершенно иначе ко всему исследователи в своих последних работах, посвященных религиозному мировоззрению Гоголя, посвященных Гоголю-мыслителю, который неотделим от Гоголя, конечно, художника. Так вот, возвращаясь к Мертвым душам, вот этот вот гоголевский, ну, как бы, план, мертвые души, герои мертвых душ должны преобразиться и должны, ну, что ли, выйти положительно прекрасными людьми, ну, как бы подняться из той вот костной природы, в которой они показаны в первом томе. Но это не осуществилось, и вот эта вот борьба между идеалом и реальностью, что, конечно, Гоголя во многом и сожгла. И, конечно, смерть Гоголя, да, и путь, разумеется, путь Гоголя, это путь, когда он уже не успевал сказать от себя прямо, где же выход. И он считал необходимым этот выход указать. И он указал, он указал в выбранных местах из переписки с друзьями. Выход вот в светлое воскресенье, так называется последнее письмо, светлое Христово воскресенье, там он рассказывает о Пасхе. Выход как раз к преображению размышления о божественной литургии. И, конечно, последние дни Гоголя, гоголевская смерть, вот, известный рисунок Дмитрия Мамонова «Гоголь в гробу», все это вот интерьер, ну, как бы храм внутри Татьяны Мучениц университетской церкви, где Гоголя отпевали. И вот изображение могилы Гоголя в Свято-Даниловом монастыре. Ну, я не буду рассказывать уже знаменитую историю. Могила Гоголя это как бы сейчас не важно. Ну, так вот, пожалуй, в конце я приведу слова одного извозчика, который вез кого-то из провожавших Гоголя в последний путь на похоронах и на вопрос кого-то из толпы, кого же хоронят, уж не генерала или какого-то, ответил, нет. Хоронят не генерала, а хоронят писаря, но не простого писаря, а того, который знал, как писать каждому, вплоть до государя, ну, как бы по тексте читается, вплоть до самого Господа Бога. И, наверное, на ну, на этих легендарных бесспорных словах можно и закончить лекцию о Гоголе. я предлагаю вам вопросы для самопроверки. простите. И позвольте откланяться, позвольте с вами расстаться. И предлагаю вашему вниманию список литературы. Продолжение следует... Продолжение следует...